Сегодня у нас в гостях настоятель Ильинского храма села Дыдылдина, священник Вадим Мурадов. Здравствуйте. Добрый день. Сегодня канун праздника Крещения Господня. Как предписывается верующему православному человеку справлять этот праздник? Традиционно верующие люди в этот день собираются в храме, служится божественная литургия в соединении с Великой Вечерней, после чего освящается вода. Это день строгого поста, поэтому лучше всего проводить этот день в храме с молитвой. После окончания службы многие отправляются к прорубям, которые сделаны в водоемах, и окунаются. Это действительно важно, действительно необходимо для верующего человека? Совсем нет такой необходимости окунаться в воду у себя, или дома, либо на улице, в проруби. Это скорее народный, по большей части народный обычай, почти никак не связанный с празднованием Крещения Господня. Во-первых, как правило, происходит поздно ночью, 12 или позже, а утром 19-го служится литургия. Поэтому тяжеловато будет тем, кто купался, утром на нее встать. Но, как правило, никто не приходит. То есть, народ так редуцировал смысл этого великого праздника, свел его просто к обычному купанию. Ну, так легче. Практически все священники всегда, если есть возможность, призывают людей этот день провести в храме, исповедоваться, причаститься. А купаться вовсе не обязательно. Это не праздник воды, это праздник того, что в этот день Христос крестился. Церковь даже определенным образом поддерживает эту традицию? Вынуждена поддерживает, потому что народ просит священников приходить на места, где врубается Иордань, для того, чтобы осветить эту воду, с тем, чтобы потом люди в нее кунались. Ну, священники, как правило, не могут отказаться, приходят, потому что народ просит. И тем самым, хоть какое-то общение с священником, народ слышит слово Божие, молитву. И есть надежда у нас, у священников на то, что хотя бы чуть-чуть Господь коснется сердец людей, и они заинтересуются именно уже более глубокой духовной жизнью через это. Но само по себе это действие большого смысла не имеет. Естественно, такой вопрос, который нам задали именно телезрители. Когда лучше набирать крещенскую воду? 18-го числа или 19-го? Вода освящается по одному и тому же чину в эти два дня. Разницы нет никакой. Набирать и 18-го, и 19-го нет никакой необходимости, если только сразу невозможно какое-то количество унести домой, просто разделить на два дня. Обычно набирают либо 18-го, либо 19-го по желанию. Вода ничем не отличается. Более того, не обязательно воду крещенскую набрать 18-го, либо 19-го числа. Ее можно набрать и позже, 20-го, 21-го или в ближайший воскресный день. Как правило, во всех храмах бак с той же самой крещенской водой еще стоит несколько дней, минимум неделю. И 18-го, 19-го, как правило, самое большое стечение народу. Люди вынуждены стоять в очереди, что создает определенные естественные препятствия для удобного напирания воды. Можно эти дни, помолившись в храме, пойти спокойно на работу, выпить воды крещенской, а набрать уже себе домой запасти на весь год в другой день. Без очереди, спокойно, никому не мешая. Спасибо вам, что ответили на наши вопросы, пришли к нам на эфир. А я напомню, что гостем нашей студии был настоятель Ильинского храма села Дыдылдина, священник Вадим Мурадов.